Этой девушкой. История довольно скандальная и неприятная, и в общем нам как астрологам весьма поучительное. Имя нашей героини Антонина Горбунова. Антонина Горбунова в девичестве Тонька. Тонька была мастером маникюра. Жила и работала в Москве. Антонина Горбунова была мастером. Хорошие руки, умелые руки. И пластик, это оно и есть, да. То есть я вам по ней рассказываю? Нет. В какой связи? На вашем канале было нет. Не, ну на канале, коллеги. Кто смотрит этот канал? Да ладно. Да ладно. Так все, не отвлекаемся. У нас посмертная психолого-психологическая экспертиза. На канале экспертизу точно я не делаю. Не еду. Поэтому мы должны сейчас, да, понять, да. Девушка, конечно, талантливая, неординарная, руки хорошие. И в какой-то момент она почувствовала, что она может больше, ну чем просто вот это, ну ногти пилить и красить. И почувствовала в себе талант пластического гирурга. И тут Остапа понесло. Антонина решила выйти на широкий профессиональный простор, для чего скомпилировала очень серьезные документы, сертификат и так далее, из которых следовало, что она врач и не просто врач, а обладатель сертификата специалиста. Вот как вы видели, я при вас, мы вручали сертификаты, вот которые получают наши выпускники, потому что есть диплом об образовании, а есть понятие сертификат специалиста. Это больше, чем диплом. Это уже то, что подтверждает профессиональную квалификацию. И именно не с дипломом, а с сертификатом специалиста в современном мире работают люди. Так вот, она себе сделала все эти документы, нотариусом подтвердила. И поняла, что с именем Антонина Горбунова стать великим пластическим хирургом не Камильфо, и взяла себе никнейм. Тут бы сейчас нумерологи бы с расчетами выступили. Она придумала для себя имя Алена Верди. Ну, звучит как-то поблагороднее Тоньки Горбуновой. А она стала, да, Алена Верди. И дальше Алена Верди. Вот, пожалуйста, вам диплом ординатуры. Нейрохирургию себе написала. Да, нейрохирургию, сложнейший раздел медицины, операции на головном мозге. Дальше она перебралась в город Краснодар, где устроилась работать в клинику Эстетик Мед, чтобы делать всем желающим широкого профиля пластические операции. Был у нее друг Артем Черниенко, который оказывал новоявленному хирургу организационную и финансовую помощь. Ну, так сказать, надо же было ей помочь в Краснодаре как-то встать на ноги. Между прочим, Краснодар это город, где много людей, много денег, много всего. Ну, это столица Краснодарского края, там жизнь кипит и бурлит. И закипела жизнь, и стала Алена налево и направо кромсать животы, щеки, носы и прочие части тела. Дальше стала участвовать во всяких пафосных мероприятиях и получать дипломы со статуэтками, ну, то есть, как бы набирать очки. Дальше, смотрите, действительный член всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, участница всяких съездов, практика восстановительной хирургии после травмы ожогов. Да это не у каждого практикующего хирурга есть такая способность с ожоговыми работать, это кожу им, пересадку кожи делать. У Алены и такие были. Дальше она пишет, что она делает все виды реконструктивных и пластических операций на лице и на теле. И даже основание черепа порежет, если надо будет. Поэтому, поэтому, в общем, да, реклама шла мощнейшая, дипломы, 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 но, конечно, гром грянул. Грянул гром, когда оказалось, что своими псевдо-хирургическими вмешательствами она нанесла очень серьезный вред здоровью и красоте многим женщинам. Некоторых из них просто изуродовало. И женщины, ну, как бы, стали возмущаться. И тут все вскрылось, что никакая она не Алена и не Верди, а маникюрша Тонька из Москвы, которая объявила себя великим пластическим хирургом. Завели дело, ее, как бы, куда-то там ненадолго забрали в СИЗО, но подозрительно быстро отпустили. И дальше одна из потерпевших увидела хирурга Алену. Она, видите, очень даже не расстраивалась в обезьяннике и демонстрировала своим видом, что никого и ничего не боится. Жертвы ее операций, вот этой девушке, она разрушила нос. Дело в том, что вот мой опыт общения с коллегами из этого раздела медицины, ну, я, как бы, по вершкам то, что от них нахватался в беседах, что самое сложное – это нос. Что трогать нос, менять форму носа – это далеко даже не каждый опытный пластический хирург возьмется, потому что это архитрудная задача, но для Антонины не было трудных задач. Она бралась из-за носа, разрушила девушке нос. Девушка приехала в Москву, просила нос починить. В Москве сказали, такой нос ремонту не подлежит. Ну, и были другие жертвы, вмешательств лжехирурга Алены Верди. И Грум второй раз грянул, когда одна из подопечных, зная, что Алена должна находиться в темнице сырой, сидит посреди Краснодара и на глазах у всех в кофейне пьет кофе. И написала, куда-то там или позвонила, или написала. Дело дошло до Москвы. В Москве сильно разгневались и велели Аленушку снова закрыть в 12-й дом гороскопа. Но закрыть не получилось. Алена назначила вечеринку для подруг, а после этой вечеринки СМИ сообщили, что краснодарский хирург Алена Верди впала в кому перед первым судебным заседанием по своему делу, и из комы она уже не вышла. То есть она скончалась. Что же это была за история? Подробности из этого письма. Она пишет своей пациентке письмо Алене. Одной из тех, которая жаловалась и требовала призвать к ответу вот эту вот мошенницу. И вот она пишет, здравствуй, Настя. Это Алена пишет жалобщице. Здравствуй, Настя. Надеюсь, настроение у тебя хорошее. Все же получилось у тебя, как планировала. Точнее, не ты, не ты планировала, но была прямым орудием, очень надежным и жестким. Мне тут Давид рассказывал, что ты ждешь извинений. Ну что ж, извини, что поверила тебе. И извини, что думала о тебе, как о друге. Правда, прости за то, что взяла тебя на операцию. За то, что ты умоляла всех взять тебя на операцию. Прости. Я искренне считаю, что это моя ошибка. То есть, видите, она еще и нападает на свою бывшую пациентку, откровенно, как бы, ну, хомя ей, что, типа, как ты смеешь на меня, мол, обижаться. И дальше, вот продолжение письма. Я не думаю, что мне сейчас нужно писать что-то по истории нашего общения. С памятью у тебя все хорошо. Меня беспокоит только один вопрос. Ты довольна? Шесть лет мне достаточно? Это Алена имеет в виду, что, типа, ей дадут шесть лет. Ну, наверное, кто адвокат сказал, не знаю, ну, шесть лет ей колонии дадут. Ты довольна? Шесть лет мне, мол, будет достаточно или мало? Ты как думаешь? И дальше, смотрите, такой вот интересный, такая вот мордочка. Коллеги, маленький секретик из психиатрии. Когда в письмо вставляются рисуночки, то это так может быть, может быть, может и не быть. Каким-то признаком. Видите, она там мордашку, смайлик нарисовала. Мы сейчас проверим. А? А смайлики все ставят. А мы теперь все, все такие, как Алена. Только вот, а теперь я подвожу вас к развязке. Только вот разочарую я тебя, извини. Не буду я сидеть, точка, лежать буду. Успокоенно, смиренно и уже ни о чем не думать. Это о чем, Антонина? Это подтверждает предположение о том, что она запланировала? Да, она пишет, что типа, и не надейся, что я буду сидеть. Я буду лежать. И лежать успокоенно. После той последней вечеринки, Алена ввела сама себя в кому, введя огромную дозу инсулина. И помимо инсулина, я уверен, что она еще что-то себе ввела. Потому что она попала в реанимацию краевой больницы. И ни реаниматологи, ни чего, они бились, ну, чтобы Алену вернуть к жизни. Но у них ничего, ни она из комы не вышла. Я думаю, что вместе с инсулином там было еще что-то. То есть она хотела себя убить. Она понимала, что судебный процесс над ней неизбежен. И хотела с гордо поднятой головой, ну, как бы не быть обвиняемой. Поэтому не буду я сидеть. Лежать буду успокоенно, смиренно и уже ни о чем не думать. То, что в моем теле сейчас доставляют на суды, то, во что вы тыкаете пальцами, радуетесь, как дети, снимаете на камеру, чтобы потом в интернете похвастаться. Это всего лишь тело, точка. Тело, тело единственного человека, которому ты была нужна. Хватит, все, хватит. Потом все осознаешь. Прости еще раз. Не держи зла. Не надо. Пусть все у тебя будет хорошо. А что я еще тебе могу сказать? Вопрос. Что? Обещать тебе что-то? Видите, она даже это продумала. Она уже о себе пишет, как о теле, которое возят на судебные заседания, в которые все тыкают пальцами, снимают и выкладывают в интернет. Мол, все, хватит. Я, мол, это тело истреблю. Коллеги, проведем посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, дабы проверить, как у Алены-то с психикой норм или не норм. Может, и норм. А сама образование, как анатомию выучили? Да, сама, да, 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 сама, да, она испытывала сильнейшую тягу к операциям. И у нее действительно были хорошие руки. То есть это тот случай, когда человек мог бы стать... Стать... Но это не Аленушка, а Афина. Да. Когда человек мог бы стать... Это Вера Валентиновна после очередной операции. Алентова. Что красиво ведь было. А? Какой он красивый. А, это, ну как, это же показывает, это же можно, как говорится, ночью встретишь... И проснешься. Да, да. И испугаешься. Да. Ну, это просто как иллюстрация, какая сейчас мода на увлечение вот этой пластикой. Это очень серьезные вещи. Я не то, что против пластической хирургии, но сколько там рядом ходит психометрии со всем этим, да. Так что давайте мы проверим только не Веру Валентиновну, а Антонину Горбунову, которая решила одним махом развязаться со всеми этими недовольными пациентками. Вот этот ее друг, которого я вам показывал, он говорит... Да я тоже думал, что она типа с приветом, потому что она, говорит, такой фанат была, она и дома девушек принимала, на кухне им там веки подрезала. А он говорит, она при мне себе делала, опять же, на кухне липосакцию. Прям при Артеме удаляла себе жир, но он считал, что она просто такой фанат профессии, где у кого жир увидит, сразу, хоть на кухне, хоть не на кухне, сразу, мол, исправить о грехе. Вот, и принимала на дому и везде, где угодно. Была готова совершить пластику всем желающим и везде. Давайте посмотрим, быстренько введем данные Алены, потому что экспертиза действительно проводилась, поскольку даже вот чисто юридически, если все-таки ее признали бы посмертно виновной в нанесении увечий, это могло бы иметь последствия или нет? Ну, если бы ее признали, что она действительно виновна, что она нанесла, кто тогда бы, а если они бы подали иск на материальную компенсацию, кто-то бы выплачивал ее? Главный врач клиники, а родственники Антонины нет, а родители нет, наследники, но наследников у нее нет, но клиника бы выплачивала, то есть если бы ее признали, действительно, она работала в клинике. Итак, поехали. Алена, конечно, упыль кармически. Нет, ну так другого не скажешь. У нее шесть, это дико много. Максимум разрешается три, не больше трех. У нее шесть, вам видно или нет? Да, это упыль кармически называется. Шесть ретроградных планет. То есть она с этими скальпелями, этим девицам в Краснодаре, как бы их карму реализовывала таким вот образом. Шесть ретроградных планет, это очень много. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Ментун, Плутон. Результаты для зодиакальной схемы. И вот он, момент истины. У вас в голове раздается такой вот гонг, и вы видите результат. Да у Алены такая психика, которой можно только позавидовать. Такого человека можно сравнить с психикой животного в плане именно устойчивости, устойчивости, что у нее стабильно витальный тип психики, человек со здоровой витальной психикой, у него хорошо развиты инстинкты и так далее. То есть уже по итоговой сумме она уже у нас не человек из психиатрии. Уран это просто, как вот к сведению, ощущение ничем не ограниченной внутренней свободы, радость от возможности действовать без ограничений, чувство вседозволенности, отсутствие внутренних барьеров. Скажите, должно быть чувство вседозволенности у человека, у которого нету даже среднего медицинского образования, но курсы маникюра это все-таки не среднее медицинское образование, подделать дипломы и объявить себя пластическим хирургом, да еще и получать за это всякие награды и премии. Отсутствие внутренних барьеров, все про нее и узел, инстинктивное тяготение к другим людям. Вот это вот, то есть она все время активно искала пациентов, не то что сидела и ждала, а наоборот она выходила на контакт и говорила, хочешь тебе там лицо сделаю, тебе живот, тебе нос, тебе это, тебе то. Ну то есть она сама как бы активно шла к людям, в общем мы нашли два центра тяжести.